Ну а после потопа с динозаврами произошли две вещи. Первое. Покидая Ковчега, они встретили враждебный мир. Мир отличался, потому что больше не было оболочки воды. До потопа люди жили 900 лет. Сразу после потопа жизнь сократилась до 400 лет. Потом до 200 и потом до 100 лет. Не было оболочки воды. Появилась радиация, уменьшилось давление воздуха, стало меньше кислорода. Губительные эффекты потери оболочки воды. Это произошло и с динозаврами. Они вымирали из-за изменения климата. Они больше не жили долго. Во-вторых, человек охотился за ними. И в то время их называли драконами. Люди убивали драконов из-за мяса. Было бы много бифштексов с одного динозавра. Можно было прокормить целую деревню. Также они были опасны. И их убивали, чтобы быть героем. С увеличением населения людей, население больших и свирепых животных начало уменьшаться. То же произошло и в Западной Флориде. Сколько медведей гризли во Флориде? Наверное, не одного. Сколько было 500 лет назад? Много. Когда заселяются люди, большие животные изгоняются или уничтожаются. И при увеличении мирового населения динозавров начали уничтожать. Тех, которые не погибли от изменения климата. Есть тысячи рассказов о людях, убивающих драконов. Их называли драконами, потому что слово «динозавр» было придумано в 1841 году. И до этого не было такого слова. В истории говорится о Гелгемеше, пронзающем дракона. Беовулф убил дракона, Святой Георгий убил дракона. Есть тысячи таких рассказов. Все ли это только мифология? Почему рассказов так много? И почему они так похожи? Вот реклама ресторана с кораблем с головой дракона. Тайская легенда рассказывает о драконе. Русский медальон с драконом. На болгарской марке рисунок дракона. Многие древние герои этих стран убивали драконов. Я думаю, что динозавры жили на протяжении всей истории. У Навхадоносора, вавилонского царя, на кольце был символ бога Мордока, стоявшего на огнедышащем драконе. Вы скажете, брат Холланд, вы же не верите в огнедышащих драконов? Да, я верю. Действительно, были такие огнедышащие драконы. В католической Библии и в книге Даниила есть две дополнительные главы. Тринадцатая и четырнадцатая. В четырнадцатой главе рассказывается, что Даниил убил дракона, которому поклонялись вавилонцы. Был ли дракон в Вавилоне 600 лет до нашей эры? Я думаю, что был. Когда были найдены руины древнего города Вавилона, в песке были найдены сохранившиеся стены города. На стенах города были найдены сотни и сотни рисунков драконов. Тогда возникает вопрос. Как они знали о драконах 600 лет до нашей эры? Потому что они жили в то время. Александр Великий 300 лет до нашей эры докладывал, что его солдаты были напуганы драконами при завоевании части Индии. На этой римской мозаике показаны два дракона, которые бьются или целуются. Непонятно, что они там делают. Все же, как римляне знали о драконах 200 лет после Христа? Я думаю, потому что они жили в то время. Наверное, меньше размером, редко и обычно в воде, которых труднее истребить. Сухопутных было легче убить. В основном жили драконы в воде. Викинги тоже знали о драконах. Они их называли Крэкен, Великий Дракон Моря. Они строили корабли с резными головами драконов. Вся древняя северная скандинавская литература говорит о драконах в морях. В 1572 году итальянский пастух убил дракона, который беспокоил его коров. Его поместили в музей. Ученый даже сделал запись. Юлусус Альдравандус. В 1572 году в Италии вы могли увидеть динозавра в музее. Не кости динозавра, а всего динозавра. Если вы достанете словарь или энциклопедию 400-500 летней давности, под словом дракон будет написано «Крайне редкое, но еще живущее животное». Кто-то позвонил мне и сказал «Доктор Хоуэн, я хочу выслать вам словарь 1928 года». В этом словаре под словом дракон написано «Очень редкое, живое существо». В словаре 1928 года. Интересно. Город во Франции был переименован в честь человека Нерлук, который убил дракона, беспокоящего город. Индейцы, Аризоны охотились за драконами и оставили рисунки на стенах Большого каньона. Драконы на стенах Большого каньона? Конечно, потому что за ними охотились индейцы. Вот четырехлапый динозавр с длинной шеей, вырезанный на Большом каньоне. Вот рисунок из пещеры в Африке. Круглое тело, длинная шея, четыре ноги и слева убегающий туземец. Умный туземец. В 1962 году во время путешествия в Перу жители при насилии продавали туристам странные камни. Камни, которые были найдены в пустыне. Было найдено много таких камней. Эти камни называются Икокамни. Мой друг из Канады поехал в Перу и изучал эти камни на протяжении восьми месяцев. Он дал мне множество фотографий этих камней. На нашем веб-сайте также есть фотографии. Наш адрес www.drdino.com Рисунки динозавров на камнях. Было найдено 50 тысяч камней. Их размер изменяется от 2 сантиметров до 1,5 метра. Найдены рисунки на этих камнях каждого известного вида динозавров. Иногда люди убивают динозавров, иногда они ездят на динозаврах, иногда динозавры работают на людей. Странно. Это мой друг, изучавший камни восемь месяцев. Также я прочитал книгу доктора Кабреры. У него 11 тысяч таких камней. Он изучал камни, и он сказал, что без сомнения, человек и динозавры жили вместе. Но после этого он говорит, что это доказывает, что человек был здесь 200 миллионов лет назад. Хм, прекрасное исследование, но плохой вывод? Нет, это доказывает, что все датирование истории неверно. Человек и динозавры жили вместе. Вот вождь, отрезающий голову динозавра. На этом человек едет на динозавре. Камни Ика из Перу. Во время парусников со времени Колумбуса, до около 100 лет назад, когда начали использовать двигатели, эти 400 лет истории называются великим временем парусников. В это время существовала тысяча легенда о людях, видевших морских чудовищ. Парусники плавают очень тихо. Сегодня с громкими двигателями звук под водой можно услышать на 150 километров в округе. И динозавры выучили избегать морские пути. Продолжение следует...